То есть это то, от чего мы отталкиваемся в номинации водоэффективность, максимально приближенному. Значит, следующие разделы и практики по экологизации быта, что мы стараемся внедрить в зеленом офисе? Мы стараемся отказаться вообще от одноразовой пластиковой посуды. То есть мы понимаем, что это не всегда возможно. И иногда нужно для гостей сохранять возможность использования этой темы, хотя нежелательно. И, значит, баллы тоже даются по возможности, если отказались вообще или оставили для гостей. Значит, посудомоечная машина, она сокращает потребление воды и тоже должна присутствовать, желательно в зеленом офисе, за нее дается отдельный балл. Естественно, конечно, для компаний со штатом 10-20 сотрудников, возможно, не все требования стандарта будут, так скажем, выполнимы. Вот. Ну, опять же, мы говорим про некий институт и про некую идеальную схему. Поэтому максимум от возможного. Вот. Ну, отдельно, конечно, можно долго говорить, почему использование термоподов, а не кулеров. Почему мы просим возможность разогревать пищу, а не ввести ее, там, и возможность хранить пищу и разогревать ее, это более экологично, чем заказывать постоянно одноразовую продукцию в пластиковых тарах. Вот. Ну, экологизация передвижения, это то, о чем уже говорила Елена, и эти требования взяты из зеленых стандартов строительства. То есть, чем ближе офисное помещение расположено к станциям остановок, метро, автобусных и так далее, это сокращение выбросов парникового газа. Вот. Пятая категория здоровья и благополучия сотрудников. Здесь вот те все негативные факторы, которые были на слайде моих предыдущих, мы здесь их оцениваем по степени выполнения. Вот. Отдельно хочу сказать, что есть требования на оценку качества воды, вот, потому что это все-таки достаточно сильно влияет на продуктивность сотрудника. В частности, почему это делать? Потому что, например, кулерная вода, это вообще не самый лучший вариант для офисов экологически ответственных. Здесь краткий перечень тех нормативных документов, на основании которых разрабатывалась система, да, отдельно есть критерии по наличию соута, отдельно есть критерии по прохождению производственного контроля. Вот. Дальше обеспечение качества воды, я вам уже рассказала, доступность общественных сервисных объектов. Значит, доступность естественной среды. В офисе желательно предусматривать вертикальное озеленение в процентном соотношении к общей площади, да, и в зависимости от этого выдается балл, который оценивает общий рейтинг. Вот. Ну и, конечно, если мы говорим про офис по зеленым стандартам, это не только экологичность, это, естественно, и комфорт сотрудника, поэтому обеспечение отдыха сотрудника, обеспечение каких-то природных участков с малыми архитектурными формами, обеспечение наличия программы, там, стресс-менеджмента, а также место для занятия спортом, это тоже то, что в идеале должно быть в зеленом офисе. Вот. Наша четвертая категория экологическая ответственность компании, это то, о чем я уже сказала, это категория позволяет полноценно проработать экологически ответственные закупки, и вам понять и обучиться, что же такое маркировка первого типа, второго типа, третьего, да, по приоритетности закупок, и потому что экологичнее выбирать. Вот. Собственно, отдельный упор на экологическом политике организации. Почему это важно? Потому что важна институализация изменений. Даже если вы вот у себя внедряете какой-то процесс, вы можете заметить, что этот процесс может закончиться на вашей активности, да, вот если вы это где-то просто снизу как инициативу продвигаете, и не довели проект свой личный, там, до того, чтобы это было закреплено в некое руководство, памятку, там, либо политику. Поэтому мы обучаем, на самом деле, как вести правильный проект, работа со стейкхолдерами, как управлять изменениями в компании и вовлечь в новые экологические процессы сотрудников, либо руководства, потому что ситуации бывают разные. Мы вот на днях проводили корпоративный тренинг для сети филиалов и несколько объектов в Москве. Вот, и там замечательно, причем это пост учреждения, что немаловажно и очень радостно. Вот, и там система, когда руководство заинтересовалось этой темой с точки зрения сокращения расходов, с точки зрения воспитания сотрудников, и тут, конечно, все проще, с одной стороны. Но с другой стороны, вовлечь сотрудников в необходимые процессы, это тоже та еще задачка. Вот, поэтому здесь полноценно выстраивается проект. Вот, ну и по каким моментам экопросвещения сотрудников желательно работать, да, мы отдельно экономим электрическую энергию, даже в офисах, которые максимально оснащены, хорошей инженерией автоматика и существует человеческий фактор. И ответственные сотрудники могут убить просто все благие начинания изначально просто неправильным режимом эксплуатации. Вот, то есть, ну, например, случай из практики, когда бизнес-центр в Питере спроектирован изначально с очень хорошими характеристиками, и у них была возможность, собственно, использовать некие практики, позволяющие сэкономить потребление энергии. Вот, но в том числе стояли датчики CO2, но они были не отрегулированы по посетителям. Вот, соответственно, при энергетическом моделировании стало понятно, что можно вообще без дополнительных вложений просто перестроить поведение людей, да, и выключать там свет на вечернее время, выходные дни, там, праздники, ну, в ночное время, соответственно, и отрегулировать работу датчиков CO2 с системой кондиционирования вентиляции по присутствию. И это дало там 30% экономии от тех расходов, которые были. Вот, ну, и, собственно, тепловая энергия, вода, ресурсы, раздельный сбор отходов, экологические проекты, там, любые, тоже считаются, считаются внедренными в практику зеленого офиса. В целом, вот, по обзору, да, системы вот этой я заканчиваю. Если есть вопросы, я готова ответить. Дальше я бы хотела рассмотреть вопросы, которые поступали от участников акции. Все-таки здесь, получается, два вида сертификата, да, для тех, кто арендует помещение, и тех, кто строит. Нет, это владелец. Не-не-не, если мы говорим про стандарт зеленый офис, то это практика, руководство, сертификат именно для вас, как для компании, которая снимает помещение, да, либо владеет помещением как часть здания. А если мы говорим про сертификацию типа, например, ЛИД или БРИМ, вот, то, что нам рассказывала Елена, то это отдельная система, отдельная сертификация на все здание с процесса его строительства, проектирования и строительства. То есть вот то, что я вам рассказываю сейчас, это чисто для компаний. Да, проектирование строительства офиса. Но там, я сейчас вернусь, я на этом останавливалась. Я вам говорила, что... Ой, я туда пошла. Я вам говорила, что там скорее оцениваются подходы и практики, а также квалификации участников этого процесса. То есть мы там не можем оценивать то, на что не влияет уже, да, компания. То есть там оценка идет на то, что вы выбираете. Ну, условно, например, если вы сейчас в процессе переезда и решили сделать все максимально экологично, то вы можете взять этот стандарт и увидеть, что, например, кого мы объявляем в тендер на проектировщика, да, там и дизайнера. Есть критерии наличия у компании СОЧ-14001. И чтобы в опыте у исполнителя было как минимум два кейса по зеленым стандартам. То есть он был уже отучен практикам построения помещений именно с учетом требований международных. То есть мы здесь говорим в целом только о выборе, так скажем. Это можно даже сказать, знаете, такое продолжение экологически ответственных закупок, но вот в части проектирования строительства. Так, вот. Есть люди, которые задавали эти вопросы в зале? Я думаю, что сработка не следует. Да, 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 конечно. Значит, первый вопрос, который был задан, и я думаю, что он достаточно актуален. Как реализовать многопракционный сбор мусора при наличии общего договора на утилизацию, переработку отходов и нехватки места для его хранения? Это стандартная проблема для всех офисов, которые встают на путь экологизации. Все хотят раздельный сбор и всем негде хранить. И бизнес-центр не имеет процесса на уровне объекта. Что я вам могу сказать? Мы недавно делали завтрак на эту тему, где подробно рассматривали этот вопрос. И выбор у таких компаний только один, к сожалению. Вам придется платить за вывоз ваших небольших объемов. Потому что компании, которые оказывают услуги по вывозу раздельного сбора, точнее, так скажем, компании, которые переработчики, которые сортировки, им ваши 10, 20, 50 килограмм, чтобы прислать за ними машину, они в минус уходят. Точнее, как они, мы, мы тоже это делаем. Потому что нам пришлось наладить вывоз в торсырья, да, и мы поняли, что, ну, от офисов, которые, которым мы помогали внедрять процесс, вот, и, к сожалению, кроме как платно, варианта больше нету. Вот, нехватка места для его хранения. Я хочу сказать, что есть компании, я вот хочу похвалить, если можно, компанию Бунтуэль, которая у нас сегодня присутствует. Они очень здорово придумали, собственно, есть, в каждом офисе есть некое подсобное помещение, да, его можно оборудовать стеллажами и хранить там до вывоза некий объем вагопластика, там, тетропака и бумаги, например, да, кто что собирает. С тем, чтобы, например, не платить каждую неделю, да, там, по несколько тысяч рублей за вывоз, это можно все подкопить и вывести раз в месяц. Но, к сожалению, платить все равно придется, потому что объемы очень маленькие. Вот, значит, есть мнение, что светодиодное освещение негативно влияет на зрение. Светодиодные светильники какой мощности следует использовать, чтобы излить растяжение органов зрения? Я думаю, что этот вопрос больше к лаборатории ТСТЭКа, я единственное от себя могу добавить, что здесь, скорее всего, дело не в мощности, а в свете, который излучает светильник, в частности, вот этот синеватый оттенок от светодиода, он вреден для глаз. И с точки зрения влияния на здоровье человека максимально приемлема для нас лампа накаливания, да, по световому потоку. Но она, к сожалению, совсем не приемлема для нас с точки зрения экологического эффекта, потому что она колоссально потребляет количество энергии. Вот, поэтому есть такие системы, которые используются на сегодня уже в офисах. Очень классная штука – это автоматическое переключение системы освещения с синего оттенка на более желтый. Ну, как бы, в утреннее время суток у нас одни пиоритмы, которые позволяют нам быть более активными и так далее. И мы вот таким, как бы, дневным синеватым освещением влияем на свою продуктивность и активность. И если такое освещение сохраняется в офисе до позднего вечера, да, то биоритмы человека сбиваются, и он чувствует себя не очень комфортно. Поэтому не рекомендуется, например, там, перед сном смотреть планшеты, экраны и так далее. За два часа до сна рекомендуется все это дело прекращать. Вот. И данные системы освещения автоматически переводят более желтовой оттенок к концу рабочего дня, с тем, чтобы биоритмы сотрудников, как бы, ну, были более естественны. Вот. Вот.